Почему что-то вообще существует? А что и существование считается уже известным? Ну, мы с вами едем в позе, мы предполагаем, что оно существует. И, в общем-то, существуют планеты, Солнце, Солнечная система, галактика. А почему все это существует? Вот откуда оно взялось? Было начало, не было? Самый фундаментальный вопрос, хочется сказать, происхождение нашего мира. Это вот самый фундаментальный. Всегда ли мы можем, так сказать, понять те процессы, которые мы изучаем? Модель написанная, она вроде как из каких-то физических принципов написанных. Или, например, биологических принципов написанных. Всегда ли мы можем понять, какие нам процессы описывают, можем ли мы их, так сказать, в соответствии между наблюдаемыми процессами и моделями, которые мы сейчас используем. Для меня фундаментальная наука – это такая наука, которая закладывает фундамент. Да. На котором что-то можно строить и так далее, и так далее. Я уверен, что сейчас есть вопросы фундаментальной науки в области медицины, в области онкологии, в области гематологии и так далее. И, ну, я не могу сказать для широкой публики, но есть вопросы свертывания крови, например, фундаментальной. Вот. И это меня как раз интересует, и вот то, что я хотел бы узнать, да, это развитие нестабильности в таких системах. То есть, как развиваются катастрофы в этих системах, и каковы их ранние предикторы. Сосудистые. И сосудистые, и тромботические, да. И что из себя представляют ранние предикторы? Предикторы – это ранние предвестники этого всего дела. Поэтому есть сложные динамические системы, в отношении которых мы делаем какие-то шаги в фундаментальном их понимании, но эти наши попытки лимитируются тем, что система резко может испытывать неустойчивость. И вот эти неустойчивости, они отделяют норму от патологии. И нам бы хотелось знать, когда мы приближаемся к этим опасным краям, и как нужно остановиться, или какие меры предпринимаются, чтобы уйти от этого. Настыки малых. Может быть, это как бы междурядие какое-то, потому что на этом с таки трудной работы.